Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, первое Фессалоникийцам, третью главу, десятый стих. Павел пишет церкви в Фессалониках. И поймите, церкви передавали письма Павла между собой для прочтения. Но даже при всех чудесных откровениях, которыми он делился с ними в своих посланиях, он сделал следующее заявление в первом Фессалоникийцам 3.10. «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Заметьте, все письма, что он написал, не могли заменить его личную встречу с ними. Поэтому так важно, чтобы у вас был пастор, пастух, который видит ваше лицо. То есть вам нужно присутствовать. И в этот век цифровых технологий мы не можем пренебречь тем, что Мужу Божьему нужно видеть ваше лицо. И не только Мужу Божьему нужно видеть ваше лицо, но и вам нужно видеть его лицо. Аминь? Почему? Потому что часто, когда Бог хочет вам что-то сказать, Он говорит это, когда Муж Божий видит ваше лицо. За 25 лет пастырства я в этом убедилась. Какой-то человек из церкви проходит мимо меня перед служением, и ко мне приходит слово от Господа, когда я вижу его лицо. Если бы этот человек остался дома, Бог ничего бы мне не сказал, если бы я была его пастором по переписке. Есть вещи, в которых люди нуждаются, но которые они никогда бы не получили на расстоянии. Аминь? Так что слава Богу за цифровой век, что мы можем смотреть служение снова и снова, но это никогда не заменит посещение церкви, где Муж Божий может увидеть ваше лицо. И Мужу Божьему нужно прийти туда, где он может увидеть ваше лицо в какой-то момент. Аминь? Почему? Потому что есть вещи, которые возможно распознать, когда вы рядом с кем-то. Много лет назад я собиралась проповедовать небольшую милую проповедь о чем-то. Я не помню, но точно что-то хорошее. И в то утро служение посетила одна служитель. Я не знала, что она там будет. А ей только что поставили смертельный диагноз. И можно было увидеть страх, тревогу, подавленность на ее лице. Это было видно. И знаете, что я сделала из-за того, что увидела ее лицо? Я увидела по лицу, что ей нужно нечто другое, чем я приготовила. Так что я отложила свою проповедь. И я просто стояла и проповедовала веру и исцеление прямо ей. Почему? Потому что на ее лице я могла разглядеть ее нужду. И если бы она просто осталась дома и слушала меня через какие-то другие каналы, она бы не получила особый диагноз и особую помощь от Духа. Аминь. Итак, Павел сказал, «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Почему? Это близкий личный контакт. Я могу увидеть, в чем нуждается ваша жизнь. Я хочу, чтобы вы знали, ваша жизнь всегда в чем-то нуждается. Аминь. По меньшей мере, в дальнейшем развитии. Вам не всегда нужно чудо или исцеление или финансовое чудо, но вам всегда необходимо развиваться. Ваша духовная жизнь постоянно должна развиваться. Так что Павел сказал, «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Правда, это теплое отношение. Вы для меня важны. Ваша жизнь, ее направление, ваш успех важны для меня. И я хочу видеть ваше лицо, чтобы узнать, получаете ли вы все, в чем вы нуждаетесь. И он говорит, «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и, посмотрите, дополнить, чего недоставало. Вере вашей». Он не сказал «жизни вашей», но «вере вашей». Заметьте, если ваша вера будет полноценней, и ваша жизнь будет полноценней, потому что, затрагивая веру, тему веры, мы затронем абсолютно каждую сферу жизни. Служителям нужно знать, что учение о вере не загонит вас в какую-то одну тему. Оно объемлет абсолютно каждую сферу жизни. Потому что учение о вере во всей ее полноте, сбалансированное послание веры, не ограничивается каким-то одним направлением. На веру влияет множество вещей. Слово перечисляет факторы, влияющие на нашу веру. И на этом служении мы поговорим о том, что у веры есть компаньоны. Вера – необособленная сила. Она связана с другими силами. И нам необходимо знать, с чем она связана. Чтобы наша вера была сбалансированной, правильной. Чтобы мы правильно мыслили, правильно верили, правильно поступали. И об этом говорил Павел. «Когда я вас увижу, я смогу распознать, чего недостает вашей вере». Аминь. Почему он хотел помочь им с их верой? Когда он говорит, что он хочет дополнить, это не значит, что их вера станет идеальной. У людей всегда есть недостатки. Но он говорит о зрелой вере, о развитой вере, о вере, растущей и всесторонней, сбалансированной. Вот о чем он говорит. И мы понимаем, если нашей вере чего-то недостает, то и в результатах нашей веры тоже будет чего-то недоставать. Потому что неполноценная вера приведет к неполноценным результатам. Но дополненная вера получает результаты каждый раз. И именно этого мы ищем. Чтобы, молясь, мы всегда получали ответ. Чтобы в вере о чем-то, мы всегда получали то, в чем мы нуждаемся. Таков замысел Бога. Нехорошо иметь веру, действующую с переменным успехом. То попадание, то промах. Если вера иногда не работает, значит, что-то не так с нашей верой. Не с Богом что-то не так. И не со словом что-то не так. Чего-то недостает в том, как мы верим, или в том, как мы мыслим, говорим, поступаем, что-то не так. И смотрите, Бог нас так любит, что Он дает нам откровения через людей, которых Он поместил в нашу жизнь, чтобы наша вера могла быть дополнена. Каждый раз, когда мы пропускаем служения или отодвигаем их на второй план, мы оставляем веру, которая в чем-то нуждается, без ответа. Аминь. Когда мы высвобождаем веру, мы получаем что-то взамен. Мы получаем небесные товары. Мы получаем небесные услуги. Когда мы высвобождаем веру. Вы приходите в магазин с деньгами, и в обмен на деньги вы что-то забираете из магазина, так? Вы забираете товары, которые вы купили, или вы получаете услуги. Кто-то предоставляет вам услуги. Точно так же, приходя на небо с нашей верой, мы получаем товары и услуги. Аминь. Аминь. Поэтому нам нужно позаботиться, чтобы наша вера действовала, росла, развивалась и была сбалансированной. Потому что без веры вы не можете вести дела с небесами. Аминь. Вы не можете вести дела с небесами на основании своих чувств. Вы не можете вести дела с небесами на основании своих эмоций. Вы не можете вести дела с небесами на основании своего воспитания. На основании того, что вам кажется правильным. Мы ведем дела с небесами на основании веры, фундамент и якорь которой – Слово Божье. Аминь. Поэтому вера настолько важна. Я прихожу в восторг, когда слышу о вере, потому что вера – это моя часть. Сила – это Божья часть. Но если я выполняю свою часть, Божья часть всегда действует, всегда работает в моей жизни. Так что, когда я приношу веру, Бог выходит мне навстречу со Своей силой. Его сила всегда течет и достигает моей нужды, когда я двигаюсь в вере. Аминь. Нам нужно понять, что у благословений Божьих есть условия. Аминь. Они нам принадлежат. Но есть условия. Знаете, у вас могут быть деньги в банке, но есть условия, чтобы их снять со счета. Это ваши деньги. Но вы не можете просто зайти и сказать, «Я хочу получить свои деньги». Ну, где ваш бланк на выдачу? Нужен ваш номер счета. Вам понадобятся определенные вещи, так? Например, нужно показать удостоверение личности, да? Есть разные требования. Деньги ваши, но есть условия, чтобы их снять, хотя они и ваши. Точно так же. Бог дал нам свои благословения, но есть условия. Не для того, чтобы он их дал, потому что он их уже дал, но для того, чтобы мы их получили. Обусловлено не Божье даяние. Он уже все дал. Обусловлено наша способность получить. Почему? Мы сосуд. Не правда ли? Мы сосуд. И на сосудах бывают крышки, так? Контейнер может быть закрыт крышкой. И если вы хотите что-то в него залить, у вас есть что залить. Есть контейнер, но он закрыт крышкой, и залить невозможно. Если мы не выполняем условия, это крышка, не позволяющая тому, что Бог обеспечил, течь. Оно не течет, потому что мы его перекрыли. Что-то стоит у него на пути, не пускает его, и мы не получаем его. Крышка может помешать сосуду принять то, что в него пытаются поместить, так? Точно так же есть вещи, которые мешают нам принять то, что Бог обеспечил и хочет принести в нашу жизнь. И одно из условий получения – это послушание. Аминь. Послушание Слову Божьему, не так ли? Непослушание закрывает наш сосуд крышкой. Но послушание снимает крышку, если можно так выразиться. Еще одно условие получения – это вера. Вера – это условие получения. И это неизменное условие. Вы не можете решить, что получите что-то в обход веры. Бог уже предопределил и предназначил нам получать верой. И мы это не изменим. Нам нужно это соблюдать. И это поможет нам получить то, что Он нам уже обеспечил. Аминь. Если мы хотим переживать жизнь Божью и наслаждаться ею и тем, что Он нам обеспечил, нам нужно развивать веру. И об этом Павел сказал, «Я хочу прийти, увидеть ваше лицо, чтобы помочь развить вашу веру». Почему? Потому что если я смогу развить вашу веру, нет ничего, что вы не могли бы получить. Вы сможете получить все, в чем вы нуждаетесь, если я смогу добиться, чтобы ваша вера была в хорошем рабочем состоянии. Аминь. Аллилуйя. Это то, чего Он хотел, чтобы у них была исправная работающая вера, без изъянов, без заблуждений и отклонений. Еще Иуда пишет нам, «Ревностно сражаться за веру». Заметьте, какая активная позиция окружает слово «вера». Ревностно сражаться. Вам нужно намеренно, намеренно и агрессивно сражаться. Сражающиеся действуют осознанно и агрессивно, не так ли? Итак, вам нужно намеренно, агрессивно преследовать жизнь веры. Вера Божья в вас. Стремитесь развивать ее. Старайтесь просвещаться, учиться, обретать навыки веры. Об этом Павел сказал, «Я хочу прийти и помочь вам». Аминь. Чтобы ревностно сражаться за веру, нам нужно осознать, что вера не находится в изоляции. У нее есть компаньоны, другие факторы, влияющие на веру. Люди не осознают, что в жизни что-то сдерживает веру, а что-то ее ускоряет. Что-то останавливает ее рост, а что-то помогает вере расцвести. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, 2 Петра, 1 главу. И мы начнем читать со 2 стиха. 2 Петра 1, 2. И давайте вспомним, что говорит Слово. «Что сказал Иисус?» И мне нравится расширенный перевод. Иисус сказал, «Когда вернусь», потому что Он вернется. Я говорю, Он вернется. «Когда вернусь, найду ли неотступность в вере?» Заметьте, Он ищет определенный вид веры. Неотступность в вере. Что это? Это вера, которая не сдается. Кто из вас знает? Ментальная вера сдается. Только Божья вера не сдается. И в Марка 11, 23 Иисус сказал нам, «Имейте веру Божью». Или такую веру, как у Бога. В версии короля Иакова сказано, «Имейте веру в Бога». Но в оригинале сказано, «Имейте веру Бога». Именно такую веру мы развиваем. Так часто люди развивают ментальную веру, эмоциональную веру. Это не библейская вера. Не о такой вере идет речь. Мы говорим не о человеческой, а о божественной вере, о Божьей вере. И мы хотим сделать все, чтобы развивать именно такую веру. Потому что мы хотим, чтобы Иисусу была угодна наша вера. Аминь. 2 Петра 1, 2 стих. Петр говорит, «Благодать и мир вам да умножатся». Не знаю, как вы, но я заинтересована в том, чтобы благодать умножалась и мир умножался. Помните, Иисус сказал, «Мир мой оставляю вам». Он у вас. Но обратите внимание, по-видимому, его можно умножать. Когда люди мучимы тревогой и страхом, часто это не вопрос веры, это вопрос мира. Они не научились защищать свой мир. Они не научились сдаваться миру. Они не научились иметь умножающийся мир. Обратите внимание, Он сказал, «Благодать и мир вам да умножатся». Как они умножаются? В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Итак, чем больше возрастает наше познание Бога, чем больше вы осознаете, кто вы во Христе, что Он вам обеспечил и что вам принадлежит во Христе, тем в большей благодати вы будете двигаться и тем в большем мире вы будете жить. Аминь. Благодать и мир вам да умножатся. Обратите внимание, не Божье дело их умножать, а наше дело расти в познании, чтобы познание их умножало. Когда мы возрастаем в познании, благодать и мир умножаются в нашей жизни. Аминь. Теперь третий стих. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, Его Божественная сила уже даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Знаете ли вы, что вы сейчас обладаете всем потребным для жизни, для Божьего рода жизни, для богоподобия в вашей жизни. Это все вам уже принадлежит. И смотрите. Через познание, призвавшего нас славою и благостью. Он призвал нас славою и благостью, и нам потребуется познание того, что Его сила нам уже даровала. Аминь. Важно, что мы знаем. Важно, чего мы не знаем. Теперь. Слово говорит. Истреблен будет народ мой. За недостаток ведения. Они истребятся не за недостаток силы. Они истребятся не за недостаток мира, недостаток благодати, недостаток веры. Они истребятся, потому что им недостает знаний. А недостаток знаний ограничивает и вашу веру, и ваш мир, и вашу победу. Он ограничивает все. Заметьте. Именно познание вводит нас в поток всего, чем Он нас благословил. Нам нужно это знать. Нам нужно знать, во что Он нас ввел, чтобы то, что Он обеспечил, могло течь. Аминь. Знаете, если бы вы жили в стране без религиозных свобод... Предположим, вы родились и выросли в такой стране. Вам нельзя было ходить в церковь, нельзя было поклоняться, нельзя было слышать проповедь Евангелия Христова. Вам нельзя было все это слушать, нельзя было молиться, нельзя было петь публично, рассказывать людям об Иисусе. И вот, вы приезжаете в другую страну, и если вы не знаете местных законов, знаете, что будет? Вы будете жить по тем же законам, в которых вы были воспитаны. Но если вы только узнаете... А некоторые люди так и сидят дома всю жизнь, не зная, что можно пойти в церковь в воскресенье. Они не знают, что, оказывается, в этой стране есть свобода вероисповедания. Мы можем ходить в церковь. Вы понимаете? До того, как вы родились свыше, вы принадлежали царству тьмы. Но я хочу, чтобы вы знали, вы больше не принадлежите тому царству. Мы теперь граждане новой страны. Аминь. И вот, что делает познание Бога. Оно дает нам понимание того, что нам принадлежит как гражданам неба, потому что мы больше не граждане царства тьмы. Аминь. Слава Богу, что мы сменили гражданство. Но пока вы не изучите, что подразумевает ваше новое гражданство, вы будете жить так, словно вы все еще в царстве тьмы. В этом опасность и недостатка знания. Невежество заставит вас жить во тьме. Аминь. Вот почему Петр так много Духом Святым говорит о познании, чтобы то, что у Бога есть для вашей жизни, могло умножаться, а то, что он обеспечил, может течь, когда вы знаете об этом. Аминь. Дьявол рассчитывает на ваше невежество. Так он действует против вас. Так он исполняет свой план. Когда у вас есть знания, вы уже не миритесь с тем, с чем раньше мирились. Аминь. Слово говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Бог не говорит, они истребятся, потому что на них нападает дьявол. Он не говорит, истреблен будет народ мой из-за страны, в которой живет. Или из-за своего детства, или дома, в котором родился. Он гибнет из-за недостатка знаний. Из-за незнания, что вы свободны от проклятия. Незнания, что Царство Божье уже в вас. Если вы этого не знаете, вы будете довольствоваться меньшим, чем то, что Бог вам предназначил. Когда вы обретаете знания о том, что Бог уже обеспечил, чем Он уже благословил вас, дьявол больше не может вами помыкать. У него больше не выйдет вами помыкать. Не выйдет измываться над вашей семьей. Не выйдет действовать в вашем браке. Не выйдет строить козни вашему телу и вашим финансам. Будет ли он пытаться? Да. Но когда у вас есть знания, вы понимаете, как держать дверь закрытой перед ним. Люди ждут, чтобы дьявол оставил их в покое. Он не оставит вас в покое. Приобретайте знания, как не впускать его. Аминь. В 4 стихе сказано, которыми дарованы нам самые великие и драгоценные обетования. Заметьте, все дарованное нам, о чем Петр говорит, благодать и мир, и сила, и теперь великие и драгоценные обетования, все это уже нам дано. Зная это, вы перестанете упрашивать Бога вам что-то дать. Зная, что он уже обеспечил, вы возьмете инициативу. Вы начнете говорить, финансы вы мне принадлежите, возможности вы мне принадлежите, благоволение ты мне принадлежишь, клиенты вы мои, придите ко мне. Выяснив, что он уже благословил вас всем этим, вы перестанете просить Бога дать вам это и начнете вступать во владение тем, что он уже сделал вашим. Аминь. 4 стих. Которыми дарованы нам самые великие и драгоценные обетования. Я обожаю слово «самые». Он дает нам понять, что эти обетования превзойдут все, что идет против нас. Им нет равных. Все, что идет против вас, ничто по сравнению с тем, что вам уже дано через его обетование. Аминь. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества. К причастникам то, что Бог обеспечил, приходит. Аминь. Мы вкушаем это. Если ваша мама накрыла на стол, еда на столе, но вы ее не вкушаете, вы останетесь голодными. Аминь. Бог нас обеспечил. Но наше дело приобщаться к этому. Вкушать. Наше дело брать это в свою жизнь. Брать это в свои ситуации и обстоятельства. Аминь. Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Это божественное естество в вас, и Бог хочет, чтобы вы приобщались к Нему, а не к тому, что вам предлагает плоть, или арена ума, или ваши эмоции. Его божественное естество в вас, и Он хочет, чтобы вы приобщались к Нему каждый день. Аминь. Смотрите, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Аминь. А теперь посмотрите на пятый стих. То вы, прилагая к сему все старание. И эти слова настолько важны для тех, кого мы называем людьми веры. Мы, люди веры. Каждый христианин должен быть человеком веры, потому что вы спасены через веру. Аминь. Благодатью через веру. Вера участвовала в вашем спасении. Вы человек веры, если вы рождены свыше. То вы, прилагая к сему все старание, обожаю следующую фразу. Добавьте к вере вашей. Добавьте к вере вашей. Добавьте к вере вашей. Заметьте, вера уже должна присутствовать. Если вы рождены свыше, у вас есть мера веры Божьей. Покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Божественную любовь. Божью любовь. Восьмой стих. Если это в вас есть. Кто из вас знает, плоды Духа в вас есть. А многое из перечисленного – это плоды Духа, так? А не вас. Если это в вас есть. Посмотрите на следующее слово. И умножается. Умножается. Что это значит? Растет. Разливается. Движется. Заняло свое место в вашей жизни. Вы сдаетесь этому. Вы черпаете это. Недостаточно, чтобы это просто было в вашей жизни. Если оно не действует, это ничего не дает. Итак, если это в вас есть и умножается, обожаю следующую фразу, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит? Что познание, которое у вас есть, принесет плод. Если вы знаете, что он ваш целитель, вы будете жить в здоровье. Если вы знаете, что он ваш обеспечитель, вы будете обеспечены, все это, не одна только вера, но и все эти семь вещей, которые должны быть добавлены к вере, позволят вашему познанию принести плод. Девятый стих. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, как, развивая все эти семь вещей, добавляя их к своей вере, добавляя их к своей вере. Я обожаю следующую фразу. «Так поступая, никогда не приткнетесь, никогда не приткнетесь, никогда не приткнетесь». Что это значит? Ваша вера всегда будет работать. Вы всегда будете получать то, в чем нуждаетесь. У вас всегда будет победа, всегда. Аминь. Аллилуйя. 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.